Чеховская липа Зимой мы были в нашем прекрасном городе с нашими сотрудниками на экскурсии и посещали все места, в том числе место Чехова. И увидели вот этот пень, который тут стоит, и у нас родилась идея, почему бы все-таки не возобновить живую липу на этом же месте, чтобы можно было сюда приходить, смотреть, думать, восхищаться и вдохновляться творчеством Чехова. От идеи до реализации прошло 4 месяца. Инициативная группа обратилась за помощью к зодчему Ивану Глазунову. Он нарисовал эскиз лавочки, которая теперь будет радовать гостей и местных жителей в том самом месте, где, по легенде, любил отдыхать Антон Павлович. Эта локация стала такой завершающей точкой всего нашего маршрута от центра города по Малиному Амврагу. Мы вместе с туристами приходим вот на эту локацию, на липу Чехова. Скамью установили в уютном сквере. Рядом с ней посадили новую липу. Оценить реализацию идеи смог глава округа Андрей Иванов. Для города маленький шаг, но для исторической памяти большой. Я уверен, что с открытием этой мемориальной скамьи у нас появится в Звенигороде еще одна точка притяжения. И это место будет привлекательно и для туристов, и для поклонников творчества Антона Павловича, и для наших местных жителей. Торжественное мероприятие завершилось викториной по произведениям литературного классика. За правильные ответы на вопросы участники получили сборник юмористических рассказов. Среди присутствующих были люди разного возраста. Это еще раз говорит о том, что обновленная локация будет привлекательной для мудрого поколения и новых талантов нашего времени. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».